В Новосибирске прошел отборочный этап конкурса «Высоцкий фест». Десятки участников с песнями собственного сочинения отстаивали право выступить на сцене «Нашествие» крупнейшего рок-фестиваля нашей страны. О том, как это было, в сюжете моих коллег. Громкая живая музыка, авторские песни, которые еще никто не слышал. В год 80-летия, со дня рождения Владимира Высоцкого, благотворительный фонд его имени объявил всероссийский конкурс молодых исполнителей «Высоцкий фест». Поп, рок, рэп – выбор жанра за конкурсантами. Прослушивание длится не один час. Начинающие артисты волнений не скрывают. Что неудивительно, в жюри мэтры отечественного рока. Группа «Ундервуд». Изначально подавались заявки по интернету. Люди либо присылали какие-то видеоработы, либо присылали какие-то видеоклипы, либо какие-то лирик-видео. Музыкальный материал, который отправляли участники со всей страны, жюри тщательно отсмотрели и отобрали на следующий сибирский тур около 20 команд. А дальше прослушивание по всей стране – в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Нижнем Новгороде и Москве. Новосибирск выбран первым. Мы сегодня открываем фактически движение этого фестиваля. Будет выбрано порядка пяти-четырех победителя сегодняшнего тура. Пятого августа в Тверской области победители сибирского тура будут стоять на одной сцене с группой «Ленинград» ночными снайперами Алисой. А после при поддержке все тех же рок-звезд запишут трек в одной из московских студий звукозаписи. Кристина Латта, Софья Головко, Константин Менин. Новости ОТС.